Всем привет! Слегка не запланированное видео у меня сегодня. Почему? Потому что я стала заполнять кое-какие бумажки. Я думаю, дайте-ка я вам расскажу, потому что, наверное, интересно, особенно медикам. И меня сподвинул, в принципе, сам процесс подготовки к операции. Насколько вы знаете, на 5 мая у меня намечено. И до операции за где-то 2-3 недели вам придет письмо, если вы здесь находитесь. И, значит, я что должна сразу оговорить, что процесс подготовки к любой операции и через государственные больницы, систему NHS, так называемую, National Health Service, и систему частной медицинской страховки, абсолютно одинаковый процесс подготовки и проведения операций, и все такое. Единственное, в принципе, в чем отличается здесь, за что мы, так сказать, платим по частным страховкам, это скорость. Потому что так в очереди стоять долго можно, на несколько месяцев даже, на операцию, на такую, которая не жизненно важная, например, там, срочная что-то. А вот такая, как у меня. А, в общем-то, процесс, почему я сейчас это знаю точно, потому что 6 лет назад, 7 лет уже почти, я делала по государственной системе, я делала операцию на лодыжку. Я об этом, по-моему, говорила в видео о здравоохранении. Значит, операцию на лодыжку, там связки реконструировали у меня. И система подготовки была в точности такая же. В общем, вот когда я это письмо получила, пришло такое толстенькое, такое довольно толстенькое письмецо мне. Вот, и куча бумажек. Причем Рича тоже самое делала, потому что у него 24 мая операция, у меня 5. Вот, и он говорит, заполняй свою анкету, потому что там много. А я тянула, тянула. Значит, кроме того, что вы заполните все бумаги и ответите на все вопросы, заполните полную анкету, вы, также у вас будет назначение на так называемый приоп. Приоп – это предоперационная встреча с ведущей медсестрой, которая пройдет по всем бумажкам, по всем заполненным анкетам, на все вопросы ответит, вас измерят, взвесят, там все определят, возьмут кучу анализов, дадут там, если какая-то с собой нужна, значит, типа чулок этих операционных и так далее. В общем, если это нужно. Дальше. Значит, самое письмо, которое пришло, вот оно здесь рассказывает. Здесь, значит, когда, на что, это у меня встреча, совещание операционное, значит, когда в день операции, когда мне последний раз можно есть, в день операции, когда мне последний раз можно пить воду, и все-все-все написано, все расписано, что должны вы с собой принести, привезти, что ожидать и так далее. И также просят заполнить анкету. Ну и также для информации целую папочку, вот такую, сейчас анкету уберу, целую папочку всевозможных брошюрок, которые рассказывают, допустим, здесь управление pain management, так называемое управление болью, или как нужно, как нужно, что ожидать, какие лекарства, не обязательно нужно ждать, допустим, очередного приема, если у вас действительно очень сильная боль и так далее. То есть какие-то вот такая, очень такая хорошая информация, рассказывают, какие бывают типы болеутоляющих и так далее. Значит, это вот это. Потом просто визит в наш госпиталь, то есть рассказывается про все, что будет, кто что делает, кому зачем обращаться, то есть полная информация. Дальше идет про, как они борются с инфекциями. Значит, здесь их как бы репорт, доклад на эту тему. А также информация специально для тех, у кого операция назначена на послеобеденное время. Вот у меня в пятницу пятого послеобеда. Значит, вот это. Вот. Все опять же рассказывается, объясняется. То есть, в общем-то, уровень подготовки довольно тщательный. Самое выматывающее – это анкета. Анкету нужно заполнять. Так, вот анкета. Дается все, значит, все данные, кто близкий родственник, все вопросы, все болезни, абсолютно вся история. Что когда-либо, чем бы страдали, какие лекарства, значит, принимаются по назначению врача в данный момент, была ли какая-то история того-сего пятого-десятого, больный живот, диабет, сердечные, всякие вот эти вот. Везде вот ставится да или нет. Значит, были ли когда-то какие-то операции, были ли какие-то осложнения, есть ли какая-то аллергия на что-то. Потом, есть ли у вас какие-то опасения по поводу общего наркоза? Пожалуйста, объясните, и мы с вами обсудим. Значит, вот это. Вот потом, последний раз, когда что у вас было, не является ли вы беременной, точно или возможно. Вот эти вот все вопросы, вот это все полностью заполняется, отдается им. И когда приходишь туда, они вас все измеряют, взвешивают и все такое. Еще дается куча инструкций. Ричард сказал, ему он уже ходил на свою. Дали опять кучу бумажек заполнять. Вот. Ну, в общем-то, это как бы хорошо, потому что полная информация обольна. Значит, это мешочек такой дается. И его нужно записать, надписать. И сюда складываются медикаменты в оригинальной упаковке, которые вы сейчас принимаете по назначению врача. Описывается, что это. И это нужно с собой взять на вот это приоп. И также в день, когда вы ложитесь в больницу. Тоже с собой привезти, принести. В общем, вот это вот я вам хотела рассказать. Так что вот такие у нас процессы. Причем, как я сказала, это действительно так. Это и государственные, и частные клиники. Абсолютно одинаковый подход к подготовке больницы, проведению операций. Те же самые врачи делают в тех же самых условиях. Просто единственная разница, что приходится ждать, конечно. Частные, быстрее, по государственной системе. Если это только не жизни, как сказать, не угрожающая жизнь операции, то на все остальные, так называемые, рутинные, приходится ждать по несколько месяцев иногда. Вот поэтому здесь как бы заключается преимущество частного страхования. Ну все. Это вот незапланированное видео. Хотела просто быстренько рассказать вам, как у нас тут дела обстоят. Вот. И, естественно, я буду делать зарисовочки из больницы тоже. Вот. И сейчас я расскажу про зарплаты. Вчера собиралась, извините, не успела, не получилось, домашние навалились дела. Вот. Сейчас расскажу про систему зарплаты и налогообложения. Я не специалист, но я понимаю в этом. То есть я вам как бы кратенько расскажу, как считается налог и так далее. Ну все, пока. Продолжение следует...